друзья всем привет всем привет вы на канале пиратская жизнь и на его вас эти у нас и какая красота у нас они просто бомбезную заритарь ты держи вот эту ручку а я тут смотрите у нас здесь овощи шашлык и вот это приятного всем аппетита вот у нас здесь шашлык у нас есть овощи у нас здесь немножко гречки один пакетик на двоих и вот было не за мы делали всем приятного аппетита хотел блин большие тарелки взять вот такие вот а что-то я посмотрела у меня одну я занята под фрукты кстати у нас здесь смотрите абрикосы и клубничка салатик в общем у нас красивый таким у банк люблю красиво украшать многим кстати говоря нравится как я это делаю мне кажется была гармония клубника это вообще отдельное произведение вкусно гречкой прям буквально немножко взяли овощи баклажанчики кабачки перчик не 4 кусочка шашлыка кушать так с удовольствием это хорошо ничего нам за это не было ребятки знаете хочу просто расставить точки над и то что очень много непоняток очень много знаете недомолвок и некоторые уже просто перебрали факты вот и вообще мы ездили в иваново вот и встречаясь с нашими подписчиками да ребята тоже занимаются машинами но покупали машину мы не у них еще раз хочу сказать не у них мы покупали машину и знакомого человека который тоже занимается машиной и у него как раз вот была вот машинка на продажу да он где-то достает их по знакомству там перекуп не перекуп как больше машину конечно он приобрел дешевле чем он нам продал но сами понимаете все люди хотят заработать ребята за свои услуги вообще не взяли с нас ни копейки приняли нас просто по царски по бомбезно то есть накормили на шашлыками пригласили наш дом да то есть мы пообщались помогают нам до сих пор с разными техническими моментами я просто хочу сказать огромное человеческое спасибо вот и умные просто вот а я конечно уже задергал их но я сказал если руки достану вы предупредите для нас все это новое мы совсем еще понимаем вот эти люди которые сейчас уже начинают всякие разводить сплетни вот просто пожалуйста не надо этого делать висит они стрите хорошими людям действительно хороших людей честных искренне бескорыстных на самом деле у нас осталось очень мало вот и давай за ребят чин-чин лимонадки завтра поставим машинку на учет быть замечательно еще раз сказать они нам машину не свою продали то есть они вообще не нам нее не продавать договор я заключалась другим человеком просто с таким который так сказать нам продал наши цены на чем на первых от наши деньги нам решать дорого дешево любые люди хотят заработать понятное дело нам обозначить цену не всем этим машину то пожалуйста берите если нет на самом деле на эту машину было очень много желающих прикупчиков я не на прикушку не прикушь может действительно причем красу владимир еще и договорился чтобы нам именно ее отложили потому что потом мужчине с которыми заключили договор ему предлагали что даже больше я же знаю как володь договорился ну а вы говорите что они потом тип на нас нажились типа вот штуки это как отмазан маневр то все наши блин там бред несут вообще зачем так говорить не судите людей по себе понимаете то что вы там сейчас на пытаясь кто-то там или то что вот ивану надо было деньги заплатить то мы родственники правильно у нас там писал одна зрительница есть у вас взаимоотношения в семье такие что вы за все друг другу платите деньги что вам люди помогают только за деньги ну какая-то нафиг семье какие-то нафиг друзья мы семья и мы сами внутри разберемся что и как у вас это не касается как мы рассчитаемся и прочее я понимаю что многие это пишут для того чтобы просто нас рассорить поссорить понимать любой человек от у нас появляется в кадре они пытаются обосрать поэтому очень многие люди и просто тупо не хотят сниматься то есть они как бы с нами нормально общаются но в плане этого что ну просто пожалуйста снимать все сами же не видите других людей вокруг нас других людей очень много и башни тех вы видите а мне знаете за что тоже не хочется спокой людей нарушать зачем те кто у нас снимается они снимаются добровольно без принуждения кирин так она вообще привыкших камер на иванов тоже своя с нами то есть так что вот так вот не надо не знаю зачем мы с людьми они то то блин они радуются что мы тут кучу денег потратил то стали переживать что у нас оказывается тут типа на боли а боли такие странные люди но тут бабушки отморожают но тут бабушки отморожают смотри непонятно машина стоит 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 нет машина действительно стоит стоит сейчас в стране иномарку отыскать хорошую новую нет практически мы заходили в многие салоны если выглядели внимательно то там стоят бэушке да но выходите хотите новую он здесь покупать такой солярий все стоит 2,5 млр так его еще нету вот для тех кто говорил что у тебя машина там говно солярий фу-фу-фу я уж не знаю на чем вы на какой из первых машинах вы ездили наверное аус взяли как нет там одна женщина написала что они на мерседесе сразу это вообще просят не мне вот 85 года что ли я не знаю я считаю это первая машина идеальная завтра кстати хотим после ГАИ проехать в центр поставить бронепленку на фары возможно как-то защитить лобовой щеку но что везде где только можно дабы просто не обращать внимание там на всякие мелкие коцки и прочее я уже при любом так сказать появление какой нибудь фигни я буду готова менять целую деталь ну чтобы лишний раз знаете как у меня женщина писала вы себя ребенка в семье приобрели для кого-то да для кого-то машины сродни детей если хочешь действительно с ней дружить скажем так долго и частного то стоит так поделать кстати кублике его я все-таки закажу не хочу ммм и что лучше помогут кабачки и клажанчики что-то у них вдруг все по одной цепи не стал не понятно овощи ну это все лучше картошка и этот шампиньоны я вам сказал овощи именно овощи тут то что он мне показал там баклажаны это все по одной цепи сейчас в трасс мы брали баклажаны эти были по разной цепи официально никогда как семь пятниц на неделе ну да ну вкусно вообще по чуть-чуть потихонечку знаете все мы разберемся мы уже меньше вопросов задаем ну как бы хоть вы нас и считаете дурочками но в первый раз мы отлично все понимаем и то что нам Владимир объясняет мы как говорится мотаем на ус вторая машина уже будет отработана алгоритм а вторая будет ммм какие вкусные баклажаны кабачки ммм они просто великолепные у меня они какие красивые ммм ну все жареные жареные вон там все печи пересечь достал ммм ля 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 давай мне нюансы я тебе вот это дам а ты мне вот это видишь да? а ты мне хотя бы половинку дам ой он просто мягче это как карпанад что у меня зуб плохие а у тебя стадные тебе пофигу мы тебе еще дам а я свою ломать не хочу вот ты мне половинку дам пожалуйста хотя мягче такой давайте сейчас спасибо тебе так больше а ну что тут сбегаю за линейкой по мягке с бегаю с бегаю ммм обща балдер идет клубнику последний раз покупала у него это ребята палатки что-то она не вся хорошая в общем нужно выбирать клубник сейчас уже такая знаете она уже может быть даже в какой степени отходит привозная из тех мест там не подходит на что местность пока нету на юге ух уху 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 Вкусно-вкусно. Мне очень понравилось, как он делает ножки. Там какой-то кляр у него прикольный. У него прям казан. Они прям говорят, раз, эти ножки. Они как-то как-то и все. Они в этом были. Сухарик. Иван даже, кстати, сказал, очень вкусные получились. Панировки курицы, просто. Курица. Масло ее хлязет. Все как фритюр. Как это кефси? Ну, кефси, а ну, типа приз такой. Кляре. Такая интересная. Не в кляре. Они такие идеальные кусочки были. Панировки. Панировка такая идеальная. Здорово, когда, знаете, своя-то, понимаешь, что это... Можно, пошел, нажарил шашлыков. Любой мед. Обято, скажешь, что не тут на каждый день шутки едят. Это здорово. Нет, свой дом, это, конечно, своя романтика. Своя, так сказать, атмосфера. Вот, я раньше, знаете, у нас в области очень много строят таунхаус. Которые, знаете, в своей небольшой территории идут. Вот, но тоже с инфраструктурой. Вот, знаю несколько таунхаусов, вот, недалеко от Меги. И вот, у ребят, у знакомых, у них там прям, значит, у них прям мангал стоит, там туда-сюда, то есть прям гриль. То есть, небольшая такая территория, но тем не менее, она твоя. То есть, пожалуйста, выходи. Территорию подгрызли. Жарь шашлыки. Но, опять же, такие таунхаусы, они только котируются, если у тебя есть машина. А теперь, когда у нас есть машина? Потому что в городе далеко. Как правило, обычно люди туда ездят, которые шут, они закупаются на неделю. Ну, а так считаешь, вдалеке от шума, такая же природа. Да, участчик небольшой, но он твой. А что там, огород, что ли, сажать? Картошку, это, мешок посадил, мешок собрал, спустя там три месяца. Я ее стою, на хранение что издаю. Поэтому, знаете, очень интересный вариант. Зато всегда можно там выйти, прогуляться и так далее. Что ты его знает? Я такой человек, знаете, это непредсказуемый. Нет, жопа, чем стрельня. Все, начать снимать. Как бы с ремонтом замутили. Хоп, и все. Да, думаю. Внезапно пришел бы замерщик. Я говорю, ну, пускай, принципе, посмотрит. Я говорю, вообще, реально будет подсунуть под кондиционер. Да, реально. Ну, давай. А потом сидим, думаю. Так, а как они натянут? У нас же шкафы. Так, сносим шкафы. Натянули. Красота. Куда нам? Чем нам эту дырку заткнуть? Так, нам срочно нужны новые шкафы. И пошло-поехало. Если мы... Опять же, дальше. После шкафов. Так, если мы сейчас шкафы поставим, мы же потом... Линолеум-то как постелим по ней? Никак. То есть, поставишь, все. Значит, так. Шкафы заказаны. Нам нужно менять линолеум. И все. Так, будем менять прихожей? Да, будем менять прихожей. А смысл менять прихожей, когда вот нужно продлить его? В зал. У нас там все равно ничего нет. Все, значит, продлеваем вместе с залом. Вот так у нас и ведет по цепочке. Да, конечно, хотелось бы заглянуть еще в нашу комнату линолеум. Но, к сожалению, не получается, потому что у нас там то, что вообще не двигается. То есть, вот те шкафы плюс кровать. Они как бы вообще у нас неподъемные, скажем так. А так бы мы, может быть, мы бы, так сказать, на азарте, на кураже. И, может быть, бы еще и комнату бы тоже продлили по линолеуму. Тем более, не так уж это и недорого, так думалось. Тем более, вот, папа Вова нам помог. Огромная тоже мучающая, я скажу, спасибо за это. Вот я опять же безвозная из дну. Так что вот. Видите, такие мы. Берем раз, два, три. Он говорит, вбредет мне в голову. Будем таунт халп покупать. Или дачу какую-нибудь. Кто же знает. А насчет, знаете, кредит, не кредит. Слушайте, если мне дают кредит, Значит, как-то банк понимает, как я их буду отдавать, наверное, да? Так что, как это считаете свои. Давайте. А, ну, все, кредит. Поездки в кредит. Нам надо, все, ремонт в кредит. Зачем люди шокируют? Говорят, что все кредит. А зачем мы здесь живем в кредит? Нам отпущено какое-то время. По дефолту. И вот смотря, как каждый им распоряжается. Кто-то что-то созедает, Строит, Ремонтирует, Порождает жизнь. Кто-то это разрушает. Ррушает свою жизнь. Рружает жизнь окружающих. Пытается кому-то нагадить. Кто-то болгать. Кого-то оскорбить. Понимаете? Чем мы здесь гости? Ну, пока. Кто там, там, Все будут судить за их поступки. Там спросят, Заблить то, что было здесь. Да. Спросят. Я знаю, что я никому дела не желаю. Второе, жить так, Как Не позволяет Совесть. То, что я творю, Это мое личное дело. Это мое личное пребывание. И каждый человек Сам выбирает Смотреть нас или не смотреть. А если нас смотришь, Значит, мы кому-то интересны. Но Я вас очень прошу, Пожалуйста. Я знаю, что Некоторые нас просто не любят И ненавидят. Ну, не надо хороших людей Просто пытаться Втирать в говно. Люди не обидятся. Вот. Но Я просто хочу Сама их защитить. Потому что, ну Что вам это? Мы-то уже привыкшие. Они-то, в принципе, тоже. Но Я не понимаю, зачем Ну, что вот В общем, живите по совести Делайте добрые поступки И всем Все вернется Вкусные? А вы, голос? Нормально? Да и кислое Так себе И тут Новый Узбекский Все Всем всего хорошего Если чуток Если ты сам сюда приехал Или быть